И снова на площадку форума. Предприниматели, эксперты, ученые. Всего более тысячи участников из 22 стран мира. На два дня кинотеатр Тирасполь погрузился в дискуссии. Провели десятки пленарных заседаний. Сегодня подвели итоги. Для Приднестровья экономический форум – это всегда важное событие, всегда рубеж и веха как в развитии страны, так и, наверное, в самом главном. Возможности каждого гражданина, каждого жителя Приднестровья, каждого гостя чувствовать и понимать, что мы существуем в едином общем пространстве. У нас есть огромное количество интересов, нам есть что показать и у нас большой потенциал роста и развития. Подтверждают это и практические результаты форума. А это шесть соглашений о намерениях. Ключевая тема – инвестиции и здесь четыре новых инвестора. Будут производить у нас металлоизделия и выращивать овощи. Еще одно соглашение у «Электромаша». Его подписали с белорусским предприятием. Наш завод будет поставлять электродвигатели. Необходимо, с моей точки зрения и генеральный директор меня поддерживает, создание полноценного сервисного центра в Республике Беларусь, где будет осуществляться и сервисное, и гарантийное обслуживание, ремонт. После определенных работ по сертификации, по подготовке персонала, можно будет осуществлять пусконаладочные работы, шеф-монтаж. Будут дополнительно задействованы сотрудники «Электромаша» в качестве консультантов на первых парах. Это позволит нам охватить более широкие рынки. «Электромаш» уже открыл торгово-сервисный центр в Кузбассе. Он появился в конце прошлого года и тоже после форума. В мире о Приднестровье узнают все больше. Развитие туризма – вообще отдельная тема, и здесь тоже есть результат. Наша крепость теперь в одном турмаршруте с Белгород-Днестровской и Каменец-Подольской крепостями. Вы знаете, мы вместе с вами можем убедиться в эффективности форума прям вот визуально. Скажите, пожалуйста, кто за эти два дня познакомился с новыми людьми? Поднимите руку. Кто узнал что-то новое, чего он не знал до этого? А кто с интересом провел эти два дня? Вот и все. Это самое главное, то, что сделал форум для нас. Седьмой Приднестровский международный инвестиционно-экономический форум завершился, но это только на площадке кинотеатра «Террасполь». Уже завтра гостям форума покажут все красивые места Приднестровья, для них организуют специальные туры. А в два часа дня всех приглашает в Бендерское крепость и парк Александра Невского. Там пройдет фестиваль винограда. Ход свободный, так что не пропустите. Продолжение следует...